Участок трассы протяженностью 700 метров от университета до перекрестка на стадионе «Спартак» должен быть отремонтирован до 1 октября. Сейчас на объекте работают 6 единиц техники и 10 дорожных специалистов. Видим, что идут очень большие, большегрузная техника на этом участке, который выезжает с торгового порта. Поэтому мы надеемся, что данные работы приведут к нормативным состояниям автомобильной дороги. В целом в рамках нас проекта все вопросы связаны с применением современных материалов. Они применяются. Современные материалы – это щебедочно-мастичные асфальтобетонные смеси с добавлением полимерных добавок и присадок. Такое покрытие прочнее обыкновенного и лучше переносит камчатскую погоду. Пока дорожники снимают старое асфальтобетонное покрытие, демонтируют бордюры, приводят в порядок выходы канализационных колодцев. Работа опережает график на две недели. Это делается для того, чтобы нивелировать те дождливые дни, которые могут появиться у нас летом, и с тем, чтобы не сорвать сроки выполнения работы. Национальный проект. Мы хотим... В прошлом году выполняли работы и выполнили в срок с хорошим качеством. И я думаю, что в этом году мы тоже не подкачаем и сделаем все как надо. Подрядчикам предстоит полностью заменить дорожное покрытие и тротуары и сделать по всем правилам дорожные уклоны. Контроль качества дорожно-строительных работ ведут представители Общероссийского народного фронта. В прошлом году выполнялись работы на нескольких участках. В этом году мы осмотрели участки, на которых производились работы. Они находятся в удовлетворительном техническом состоянии. То есть весну они пережили нормально. Нет никаких ям, нет трещин в асфальтовом полотне. Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году отремонтируют 8 объектов, 7 из которых расположены в Петропавловске. Общая стоимость работ свыше 600 миллионов рублей. Ольга Семенова, Михаил Ручко, Дмитрий Былков. Информационное агентство «Камчатка». Камчатка «Камчатка».